То есть земля-то есть, она есть у фирмировки, непонятно там на полулегальных основаниях, она там на полу какой-то там непонятной аренде, она какую-то землю, какой-то земля формально на карте ничья, но ее возделывают, да? Я так понимаю, не платят ни налоги, ничего, да? Ну, то есть снимать чистую прибыль. Как только кто-то хочет на нее зайти, сразу оп, а документы-то есть. Начаты оформляться, начаты оформляться, но на нее налоги не платят, потому что они не закончены, да? Без претензий к Олегу Митальевичу, да? Без претензий к Олегу Митальевичу, но вы третий кого-то, да, за усыдьем, я вижу на этой должности, и постоянно пальцем вот тыкают по кругу, да, иди туда, иди туда, иди туда. Так вот, еще раз вопрос, что мы должны инициировать, что мы должны сделать? Я не говорю о каких-то там протестах, раз, там, кого-то сжечь, там, нет, ну зачем? Мы же цивилизованные люди, правильно? Что-то, женщины, не, извините кого-то, это отговорка по флейту. Скажите, что мы должны сделать? Может быть, действительно, если вы, ну, как бы, являетесь там жертвами, ставитесь, кто-то на вас дает, что-то там, так сказать, ну, может быть, в Киев, серьезно, там, антикорационное, может быть, да, бюро, что-то еще. Что нам делать? Кто это все может решить? И что это может все изменить? Давай, пусть поясняют, что такое аукционная земля, если на аукционе, что это значит? Это все, это все говорение, что мы должны, то есть мы готовы, тут я видел представителей из Терновки, из Легиона, да, там, тут, Василия, Любовь Ивановна, я, бойцы, которые вне организации, волонтеры, что мы можем, как общественность, ветеранская общественность, если по инициативе, и куда обратиться? Я так понимаю, что вы ничего не решили. Куда мы можем обратиться? Тут человек, либо администрация, которая может что-то решить. Подскажите, пожалуйста. Я пыталась вам сказать, еще раз отвечаю. Что-то изменить в этой ситуации может только изменение в законодательстве. То есть, другими словами, мы можем, как каким депутатом, я так понимаю, верить. К любому, вы имеете право. Ну, это тоже фешки. Куда нам ехать? Мы их выбираем, мы их выбираем. Кого выбрали, того и имеем. Депутатов выбирал, наоборот. Кого выбрали, тот нас имеет. Это другой вопрос. Мы сейчас не про имена говорим, мы сейчас говорим о том, что каждый человек, один более общественный организм, вместе, как взявшись за акт, могут написать обращение в Верховную Раду, в Ройсмахов, любому чиновнику, который имеет возможность влиять на законодательный процесс. Сразу вопрос. С конкретными, не просто с эмоциями, а с конкретными предложениями. Нет, я вам говорю, то есть, когда мы будем излагать даже тонкие эмоции, это все равно не даст результата. Для того, чтобы были существенные изменения, нужно написать, прошу внести изменения в закон такой-то, прошу внести изменения в закон такой-то. Если в общественной организации есть юристы, которые могут сформулировать это, у вас есть возможность. Если у вас нет юристов, приходите к нам. Все юристы, вычтите с этим самым правоохранительным правоохранительным полем. Теперь, пожалуйста.